Я сегодня хочу вернуться к вопросу, почему вы апеллировали именно к детям? То есть, когда вы задевали этот проект, вы не предложили своим ровесникам написать эти истории? Должна вам сказать, что из этого как раз ничего не получилось на самом деле, потому что детских писем довольно мало. Писали самому старшему автору 93 года. И это было последнее, что он написал, он умер в больнице, его вдова прислала это письмо. И самому молодому, 13 лет, он пересказывает рассказы своего дедушки. То есть, понимаете, получилось гораздо интереснее и лучше, чем я даже предполагала. Но идея изначально была, что именно подростки и дети запишутся. Мы к ним обращались, и надо сказать, что этот проект замечательно совершенно в течение нескольких лет ведет моя подруга Ирина Чербакова в рамках мемориала, в рамках истории, предмет истории, где дети пишут именно об истории семьи, поселка, школы, то есть роддома, который рядом, того места, где они живут. Это потрясающее совершенно сочинение, замечательное. И это меня очень вдохновило. Я довольно давно уже знаю об этом проекте, даже немножко принимала там участие, в каком-то жюри однажды была. Понимаете, мы очень беспамятная страна. Это чрезвычайно важно хотя бы на уровне семьи сохранять. Вот насчет страны я не соглашусь. Может быть, это упирается, допустим, в носители языка, потому что говорят, что менталитет определяет язык. Я, кстати, в одном из интервью, опять же, с вами читал, вы приводили пример какого-то пожилого мусульманина, который упрекал вас, ну и в целом носители русского языка, что мы не помним даже своих правил. Он сказал замечательную фразу, он сказал, у нас там поселение в селе, если человек не знает семи предков позади, то он просто бродяга. И тут я задумалась. Ну, у меня, мне лично известно пять поколений назад. Пять поколений вы знаете. Пять поколений. Отец моего прадеда, то есть первая фотография вот семейная, это фотография отца моего прадеда. Он был кантонист, солдат, 25 лет отслужил в царской армии. И он как бы наш начальник семейный. Глубже я никого не знаю. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.